так вот она позвонит девочек хочу послушать с харькова вообще замечательно алло меня да добрый день всем приветствую да добрый день всем только надо звук со стрима выключить а то там сейчас какофония будет сейчас секунду звук со стрима надо выключать сейчас лучше меня слышно хорошо да олег смотрите я чуть постарше вас расскажу вам сейчас то чего не знаю 35-летние значит как в девяносто первом году когда отделялась украина был сделан такой интересный как я его называю финт ушами в украинском языке до девяносто первого года в советской грамматики украинского языка украинская транскрипция существовало слово русский оно вообще как слово существовало писалось оно с одним с в девяносто первом году вышли националисты на трибуну верховной рады и конечно же это были галичане конечно же это были люди которые я так сейчас понимаю спонсировала канадская диаспора и объявили следующее то есть это очень важный момент что слово русский само по себе в украинский язык было привнесено извне а на самом деле правильно говорить не русский а российский и с этого момента была изменена грамматика украинского языка и слово русский из нее было просто изъято то есть вообще и что это обозначает я сейчас к чему это все смотрите в украинском языке в самом украинском языке слово украинец да может обозначать как просто гражданина украина так и национальность для украиноговорящего человека когда вы в прямом эфире или еще кто-то говорит слово русский он автоматически с тех пор за столько лет да воспринимает слово русский как как гражданина другой страны как россиянина как российского понимаешь чем нюанс и мне кажется да я кажется начинаю понимать понимать да вот таких вот маркетинговых фишек тогда было довольно много я могу на эту тему очень долго говорить я я всем рассказываю что могут было мне тогда возможность следить за деятельностью нашей верховной рады и наших лингвистов и возможно когда вы разговариваете сейчас транслируя телеканал на всю украину нужно избегать таких маркировок может быть это должен быть когда вы говорите о сопротивлении юго-востока русскоязычный гражданин украины понимаете это важно для украиноговорящего человека который допустим или для украинца который вас слушает слово русский оно звучит вот просто автоматически как гражданин другой страны ну типа русский на донбассе я понял понимаешь то есть пришли вот чужие люди с другой страны да бывшая там братская союзная республика и вот начали войну то есть не русские этнические русские проживающие здесь да начавшие войну и мало того я вот сейчас сталкиваюсь с тем что даже с людьми своего возраста общаюсь они даже не помнят о том что был такой нюанс грамматики вот до 91 года вот у меня мама и тетя учились в украинских школах после войны было таки в обиходе слово русский и было оно у моей скажем так ну не слишком украиноговорящей в бабушке но вот у нас в рогане под харьковом да и полтавской области слово русский употреблялось теперь она не употребляется в украинском языке языке вовсе это очень важный нюанс потому что она звучит как раздражитель вот вы включаете телеканалы и когда говорят российские российские российский российский вот заметьте никогда не употребляется слово русский то есть в принципе тут говорят что все это касается исключительно Западная Украина нет это касается не только Западной Украины я могу уверенно утверждать в то что это касается всей Украины в том числе и Харькова Ну, а давайте сейчас харьковчане действительно согласны, потому что в Одессе, например, я такого не слышал. Ну, вот я осталась с харьковчанами, которые вот когда слушают, понимаете, вот слушаешь украинский телеканал, они ведь не говорят, допустим, этнические русские, да, они говорят россияне. Понимаешь, вот ты слушаешь какой-то репортаж, они не говорят этнические русские Донбасса. А как они говорят? Они говорят россияне, российскомовне. Ну, то есть правда, вот Миклух, скажи, например, правда, что когда говорят русский, все имеют в виду не... Просто вы, получается, как? Это воспринимается только как россиянин, а не так как... Вот смотрите, когда часть людей голосит на митингах, да, мы украинцы, они не всегда имеют в виду, что они этнические украинцы. Они чаще всего могут, допустим, предполагать, что они граждане Украины, потому что в украинском языке, я же говорю, совершенно идентично звучит и гражданин Украины, и, собственно, украинец. Вот это важный нюанс, который, ну, мало кто осознаёт. У меня просто одна из женщин, скажем так, с которыми я часто общаюсь, да не одна, наверное, штуки три, они как раз вот на той стороне, и я вынуждена с ними общаться, и я столкнулась именно с этим. То есть люди, когда вот с флажками бегают на митингах и кричат, я там, в самой украине стою, украинка, будучи этнически русскими, они не имеют в виду, что они этнические украинцы. Они имеют в виду, что они граждане Украины, но рядом стоящая тётя, понимаешь, при этом кричит, я украинка, и имеет в виду именно национальность. Это очень важный момент. То есть когда говорите о, допустим, вообще движении сопротивления, возможно, важно упоминать, что речь идёт не о заезжих россиянах, не о нападении другой страны, а об этнических русских украинцах, то есть гражданах Украины. И желательно, мне кажется, это почаще подчёркивать, потому что украиноговорящие граждане слышат вас несколько иначе. Вот по поводу противодействия пропагандистов. Про российские, русские, русские, ну да, я понял. Интересно. Да, в 91-м году очень много чего такого интересного происходило, и вот ещё такой аспект. Кто-то говорит, что вы там заблуждаетесь, например, ого. Возможно, но этот вопрос... Это надо разбираться, но в любом случае вопрос поднят интересный, надо будет разобраться. Да, это нужно с лингвистами обговаривать и со специалистами. И в 91-м году тогда же происходило очень много таких интересных вещей. Например, моё личное наблюдение было в Украине, я считаю, намеренно организовано массовое социальное сиротство, особенно в западных областях Украины. Вот представьте себе ситуацию, целое село, родители на заработках, детей воспитывают кто? Древние бабушки и церковь, да, какая подвернулась, и какие-то заезжие дяди, и вкладывают в эти проекты деньги. То есть родители, вернувшись, допустим, откуда-то, и обнаружив в своих детях, ну когда им там даваться в подробности школьные программы? А школьные программы построены так хитро. Это правда, потому что я очень много занималась со своим ребёнком, и все учебники перечитала лично, что без сопровождения родителей непосредственного, ежедневного, мусора в голове у ребёнка будет значительно больше, чем полезных сведений. Причём мусора, особенно когда речь идёт о гуманитарных науках, часто ярой антироссийской направленности, антирусской направленности, скорее сказать. Вот, например, такой аспект, как противление, такое ярое противление, да, тому, чтобы русский язык был вторым государственным, я очень много лет не могла понять, в чём проблема. Моя подруга, она филолог, филолог по образованию, преподаватель украинского языка и литературы. И вот недавно мы с ней пришли к абсолютно, наверное, правильному, мне кажется, выводу. Дело в том, что изучение русского языка как второго государственного однозначно предполагает чтение и изучение русской литературы. А вся русская литература категорически противоречит современному варианту украинской истории, изложенной в этих учебниках. И если, ну, представляете, да, вот ситуацию, когда школьник приходит, у него в учебнике истории написано одно, а в произведениях русской литературы, ну, совсем другое. В том числе и в взаимоотношениях наших стран. Ну, теперь уже страны. То есть это вот такие идеологические пропагандистские аспекты, которые мало кто из родителей замечает. Вот как-то не привыкли у нас люди на такие мелочи обращать внимание. И таких фишек очень много. Вот вы спрашиваете, каким образом можно разложить государство изнутри, да, и настроить его определенным образом. Вот так, нехитрым образом. Вот таким вот простым и незатейливым. Да, но найти способ, причем, я уверен, можно к любому государству так. Не обязательно. Да, 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 да. И вот, как тебе сказать, вот все, что обсуждается здесь, я вот слежу с марта месяца за вашим проектом. За нашим, да, проектом. И все, что обсуждается, как правило, затрагиваются все вот эти идеологические аспекты, почему-то привязываются вот к Майдану, что вот прямо сейчас это все началось или началось чуть раньше, 10 лет назад. Нет, ребят, не 10 лет назад. По моим наблюдениям и таким скромным подсчетам, это началось до развала Советского Союза. То есть я в ту пору, еще во времена перестройки, но так получилось, что меня родители загнали на педагогические отделения, пытались из меня сделать преподаватели, у них плохо вышло. Я не преподаю, и не преподаватель, я к ней не доучилась, не закончила, но тогда Горбачевым был еще объявлен такой замечательный проект, на мой взгляд, совершенно провальный. Как же он назывался? Ну, суть сводилась вот к чему. Целевой набор это называлось в пединститутах. Те, кто постарше, должны это помнить. Значит, в чем он заключался? То есть большая часть студентов, да, вот, допустим, где-то, ну, наверное, половина, набиралась обычным способом. То есть тогда еще ввели такое, как бы, психологическое собеседование на профпригодность. А еще часть студентов, треть, а потом их количество дошло, я думаю, до большей составляющей, финансировалось следующим образом. То есть вот есть какой-то колхоз, да, им не хватает, скажем, учителей, ну, математики. Если колхоз согласен своему студенту оплачивать стипендию, да, то студент практически без экзамена начинает учиться и благополучно заканчивает вуз с тем, что он в этот колхоз поедет жить опять и преподавать там. Идея, наверное, была бы хорошей, если бы государство не развалилось. И все эти студенты, ну, большей частью, как мне кажется, оказались все-таки в наших общеобразовательных школах со своей системой ценностей. Понимаете, о чем речь, да? Допустим, там тернопольские студенты со своей системой ценностей в Тернополе, там в Харькове очутилось очень много в школах людей, которые, в общем, в советские времена туда бы просто не попали. Ну, вот никак бы не попали, ни под каким предлогом. А с тем, какую нищету организовали в 90-е преподавательскому составу, уже, наверное, в конце 80-х, вот в 90-е годы, даже уже в 88-м, на педотделениях звучала такая фраза «Будешь плохо учиться, пойдешь преподавать в школу». Да. Понимаешь, да? И по такому принципу, в общем, оно все и осуществилось. То есть в школах оказались люди в основной массе, которые вот нигде себе реализовать не смогли больше. И, соответственно, воспитание наших детей доверили людям, но, скажем так, не всегда для этого пригодно, которые не могли ничего противопоставить, да, вот такой вот пропагандистской машине. И не хотели этого делать. К чести наших харьковских учителей, большей частью я могу, наверное, порадоваться тому, что историю у нас в Харькове ни ту, ни другую, ни третью, как и многие подобные предметы, с тех пор вообще никак не преподавали. Их просто там как-нибудь вычитывали. И на этом, в общем-то, всё. Вот, наверное, с чем мы сейчас столкнулись. То есть мы столкнулись с поколением, которая, ну, по большому счёту, ну, не особо знает и историю, и литературу, и вообще всей естественной науки. А последние годы так пошло наступление, естественной, гуманитарной науки. А последние годы так пошло наступление на естественной науки. Вот, например, физики в харьковских школах, как таково, уже давно нет. Ну, она как бы типа есть, но на самом деле её нет. Часы химии сократили в старших классах до одного часа в неделю. Вот, скажем, черчение у нас в школах уже давно в старших классах факультативное. То есть если вы хотите, чтобы ребёнок ваш как-то там что-то понимал, то нужно уходить в узкоспециальные колледжи и так далее, то есть в технику, ну, бывшие и тому подобное. Потому что когда ребёнок в технаре приходит в УЗ, то с него требуют уже знания черчения, которого в старших классах нет. То есть у нас начехардили с образованием так, что даже очень смышлёный и умный ребёнок сам, без кураторства родителей, мало что может с этим поделать. И ещё, с 91-го года, я не знаю, как в России, но в Украине, было такое постановление Министерства образования Украины, о котором не знают родители, но знают все учителя. И который, да, действительно, как факт существует, мне это подтвердил ни один человек, который, в общем, работает в школе. Значит, заключается оно в том, что… Сейчас правильнее сформулирую, ссылку на него дать не могу, не нашла. Значит, суть этого постановления сводилась к следующему, что в задачу учителя с 91-го года не входит обучение детей. В его задачу входит вычитать предмет. Причём вычитать он должен 30% материала на уроке. Всё остальное с 1 по 11 класс, по всем абсолютно предметам, предполагается для самостоятельного изучения дома. Ну, я понял. То есть, его вот только… Его даже контроль, скорее всего, не заботит. И ещё такой аспект нашего системы образования, откуда вот это всё берётся, да? Вот смотрите, в Советской Конституции, да, была такая фишка, о которой, опять же, 35-летние знать не могут. В Советской Конституции любое право порождало обязанность. Иными словами, если у вас было право учиться, вы были обязаны учиться. Если у вас было право работать, вы были обязаны работать. И государство, да, чтобы обеспечить функционирование этой системы, этим занималось. Ну, то есть, вот, допустим, плохо вы учитесь, вас могли оставить на второй год, наказать родителей. Ну, в общем, были рычаги влияния на ситуацию. А потом всё. Эта идея была похоронена и благополучно забыта, и о ней никто не вспоминает. И, соответственно, абсолютная безнаказанность родителей детей и порождает такое средневековое мракобесие. Вот просто мракобесие. Вот, то есть, если родители с первого по последний класс не сидят рядом и не контролируют, собственно, процесс, то всё, результат можно получить, ну, совершенно ожидаемый, да, вот то, что мы наблюдаем. Когда вот взрослые смотрят, да, и искренне недоумевают, откуда оно всё взялось. Ну, вот так оно бралось. То есть, это такая вот специальная идеологическая обработка, которая длится очень много лет. И, когда мы говорим сейчас, вот вы говорите, да, что нужно искать какое-то противоядие, противоядие нужно искать вот в тех временах. Точнее, не противоядие, а причины прошедшего нужно искать 23 года назад. Это никак не проблема последних 10 лет. Понимаете, о чём я? Да, конечно, понимаю. Но я и верю, что проблема в этом вообще в жизни ситуации. Ещё, вот это моё личное мнение. Я вот по своей... По тому, когда меня воспитывали в семье, я интернационалист. Абсолютный. То есть, совершенный. До мозга костей. Дочку свою, соответственно, воспитывала, конечно же, где-то так же. Но мне повезло. Мне, как немногим детям, повезло. У моих родителей была возможность возить меня всюду. Я объехала практически весь Советский Союз с родителями. Побывала практически во всех республиках. И, конечно же, как все нормальные дети, пришла к выводу, что там качество характера, черты личности вообще никоим образом не связаны с национальностью. Но при том уровне жизни и при тех заработках, которые вот там с какого-то момента существуют на постсоветском пространстве, очень трудно воспитать ребёнка интернационалистов, когда он дальше собственного там села, городишки и так далее практически никогда не выезжает. Вот людей там в Харькове, которые часто мотались бы, скажем, во Львов, единицы. Или львовян, которые приезжали бы к нам, тоже ведь и единицы. И уж тем более тех, кто там поехал бы не на экскурсию, а вот просто посмотреть, как люди живут в тот же Донецк, пока там всё было благополучно. Или в Луганске, убедиться, что там, в общем, не монстры по улицам ходят, не алкоголики и не наркоманы толпами. Понимаешь, о чём я? Конечно. И наши государственные мужи, боюсь, что эту тему, в общем-то, специально подготовили и эксплуатировали все эти годы. Вот сколько я себя помню, вот эта риторика разделения на русскоязычную часть Украины, на украиноязычную, она, в общем, ещё с тех времён. И спонсировала это всё, вот как я понимаю, то есть вот канадская диаспора, ну, по крайней мере, это то, что я наблюдала, это постоянное вмешательство канадской диаспоры во внутренние дела Украины. Это абсолютно безусловный факт. Причём первые учебники истории, вот украинская история, постсоветская, да, вообще выглядели как сам издат и печатались в Канаде. Да, я где-то видел, я видел где-то американские учебники в украинской истории. Ну, понимаете, у меня тогда, я беременела в Советском Союзе, а рожала уже в Украине, поэтому, ну, как бы учебники эти я видела, ну, вот там, у соседей, да, мельком, я не обратила внимания, где именно они издавались. Ну, факт, издавались они не в Украине. И по моему глубокому убеждению, ну, вот за мои там много прошлых лет, ну, много-немного, но достаточно, думаю, прошло, так, чтобы какие-то выводы делать, на славянские народы вообще любая инспирированная извне идея всегда превращается в кахласрач. Вот просто всегда. Даже самая гениальная, самая хорошая идея, если она не рождена изнутри этноса, превращается вот во что-то такое, с чем потом вообще непонятно, чего делать. Это правда. Ну, вот начиная со времён Византии, понимаешь, если везде, допустим, это какое-то там правильное, неправильное, долго можно обсуждать католичество, то у нас это всё равно превратилось вот в христианство, понимаешь, когда языческие праздники тоже были возведены, да, в христианские. То есть даже церковь вынуждена была согласиться с их существованием и канонизировать, в общем-то, языческих богов святые. Понимаете, о чём я, да? И поэтому, наверное, когда речь идёт о том, что противопоставить вот этим инспирированным извне идеям, наверное, всё-таки, я думаю, очень важно понимать происхождение какой-либо идеи на постсоветском пространстве. Была ли она рождена изнутри или была ли она привнесена снаружи? Потому что всё, что привносится, ну, по крайней мере, в рамках моих знаний и историй, ну, обязательно даёт какой-то, мягко говоря, не очень ожидаемый эффект. Скажем так. А те люди-то, которые исследуют эту идею, они как раз ожидают именно такого эффекта просто? Потому что они вдруг почему-то начинают хотеть этого эффекта? Я вас уверяю, не ожидают. Вот побочных эффектов, ну, на моей памяти, ну, никто не смог просчитать. Вот то, что будет, да, вот, допустим, инспирирована даже самая благополучная, идеальная там идея, и в итоге она выдаёт какие-то совершенно непонятные побочные эффекты. Вот, наверное, когда речь на Западе идёт о загадочной русской душе, речь идёт именно об этом. Поэтому, наверное, если искать какое-то противопоставление вот таким националистическим движениям или ещё каким-то, то я бы порылась в тех идеях, которые рождаются внутри страны. Вот, правда. Ну, это относится, наверное, и к Украине, и к современной России. К сожалению, о современной России изнутри я мало что знаю. Вот, я как бы давно там не была. А что касается вот наших, украинских реалий, ну, не знаю, всё ли я сказала, но по существу вот этого вопроса, думаю, сейчас уже всё. Спасибо вам за внимание. Я понял. Не знаю, хочется очень задать провокационный вопрос, но так, чтобы позлить чат, наверное, скорее. Ну, и, не знаю, он, скорее всего, у вас... Ладно, вопрос такой. Нужно ли крошить укроп? Ну, скажем так, ещё где-то до одесских событий я бы, наверное, пришла в ужас от этой идеи, в принципе. Ну, как там, не знаю, я как-то считала себя всегда христианкой, считала себя всегда пацифисткой. Но вы знаете, я не вижу, как бы это правильно сформулировать. Другого выхода. Нет, не так. Я не понимаю, почему я должна не сопротивляться, если ко мне приходит человек, который хочет меня убить. Ну, об этом никто не говорит, да. Просто сейчас... Ну, речь ведь об этом. Речь именно об этом. Укропы, это сейчас 20 миллионов людей примерно. До какого момента надо крошить укроп в таком случае? Смотрите, если речь идёт, как вы говорите, о тех, кого вы здесь условно называем укропами, больше... Вот я с чем сталкивалась, да, я работаю с людьми, у меня есть такая возможность разговаривать с людьми. Украиноязычных у меня в кресле бывает немного, потому что это хайпом. Но они бывают. Во-первых, они очень обижены, ну, вот даже самые лояльные на текущий момент обижены грубой риторикой по отношению вообще к украинцам. Вот о чём я говорю, нужно чётко разделять нормальных украинцев, да, от единозаточенных. Вот по каким причинам они там идейно заточены? Это отдельная тема. Деятельность, допустим, таких партий, как «Свобода», да, это отдельная тема. Деятельность там такого политического движения, как «Правый сектор» с его идеологией, причём со «Свободой», ведь они не дружат, они совершенно разную идеологию-то исповедуют. Действия тому, что у них похожи, но идеология у них разная. Они, в общем-то, если грызутся, совершенно понятно почему. Мне, по крайней мере. Вот нормальных украинцев. Одно я знаю точно, что, наверное, если бы сопротивление в самом начале огласило своим там принципиальным лозунгом «Бей Галицких», вот тут бы вся Украина была абсолютно единодушна. Так может, так и сделаем? Такой... Знаете, я не хочу... Я не хочу наталкивать, я не хочу сказать, что там, допустим, в Галицких областях даже вот... А Галицкие областя, это какие города ещё раз? Ну, это вот Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Я недавно совершенно в интернете натрапала, есть такое волшебное издание в этих областях, называется «Остров Галичина». Это вот «Крокодил на ночь», вот всем рекомендую. Но так, чтобы вы понимали, я там обнаружила пару статей следующего содержания. Значит, униатская церковь, все внимательно слушают и вдумываются, то есть я сразу на русском буду говорить, да? Призывает свою пасту, а это некоторое количество тысяч человек, молиться о... «Скором пришествии Иисуса Христа вместе с Бандерой, вместе с героями Уна-Онсо, небесной сотней погибшей на Мордане и героями, погибшими в Ато. И все это пришествие, они ожидаются дня на день с целью, внимание, с целью разбить антихриста Путина. То есть понимаете, какие идеи вот там людям в голову вкладывают. То есть вы-то думаете, что вы боретесь с фашистами, а вы боретесь с маджахедами, только на украинский лад. Это самоубийцы, то есть им просто вот качали в голову вот программу самоубийства. И, наверное, это работа серьёзных психологов, и ни одну диссертацию ещё защитят по этому поводу. Вот я когда прочитала пару таких статей, вот все, кто знает украинский, вот рассказываю, есть такое издание в интернете, Остров Галичина, там только заголовки почитать, и, в общем, становится очень понятно, с чем мы имеем дело. А вот почему именно украиноязычные всей страны вот так недолюбливают именно галичан, ну я на этот вопрос ответить не могу, потому что ответа я так и не добилась. Ни от одного. Но то, что этот факт имеет место быть, он имеет место быть. Я понял. Наверное, вот почему этот ответ нужно искать не у меня, а у тех самых украиноязычных граждан, которые не относят себя к Галичским областям. Это касается и Центральной Украины в том числе, и Полтавской области, и украиноязычной Харьковской области. Вот при слове «галички» у очень многих просто в глаза крови наливаются. С чем это связано? У меня даже был такой эпизод, когда пришла ко мне женщина, украиноязычная, и я перешла на украинский. То есть я володею украинской умовою, могу спілкуватися, коли потрібно. И вдруг она разворачивается, смотрит на меня вот осатаневшими глазами и заявляет, я цього не выкажу вашей галичской умовою. То есть я просто опешила, во-первых, это была какая-то неземная ярость, а потом долго анализировала, почему галичская, потому что у меня-то литературный украинский, я его учила в школе и учила по книгам. А я у неё спросила, откуда она, она из Харьковской области. Вот вплоть до вот этого, понимаешь? То есть очень многие из них считают, что вот эти вот переписанные украинской грамматики, и так далее, это издевательство над украинским языком. И вот этот аспект, да, в любом движении, ни одна партия на Украине, никто не додумался, в общем, как бы с этими людьми даже поговорить. Их права и интересы вообще никто в Украине никогда не защищал. Они как бы есть, но их как электоральная группа просто не существует. Вот почему-то объединяют, вот все украинцы одинаковые. Нет, нет. Вот я разговаривала с грузинками, осевшими здесь. Вот для них вообще было открытие, что существует такое понятие, как рагуля, да? Я говорю, девочки, вот когда вы, глядя на человека, украинца, сможете для себя четко отделить рагуля от вуйки, а вуйку от кугута, вот тогда... А что это все значит? Да, мы будем считать, что вы все знаете об Украине. Это, ну, это вот в разных регионах, да, определенную категорию населения по-разному, да, вот называют. То есть, допустим, на Западной Украине это рагули, гуйки, это вот там, гуцулы, вот этот регион где-то примерно. А кугуты, это вот такой вот неотесанный деревенский житель, да, вот в наших регионах, восточных, наверное, еще в Центральной Украине. А у меня спрашивают, что на стриме, это как раз тернопольские, тернопольские ребятки. У них там как раз прошла акция «Яблоки вместо оружия». Вот так вот. Вы знаете, по поводу таких загадочных акций, которые проводит периодически Западная Украина, мне, как человеку, живущему в Харьере, в этих акциях вообще очень многое непонятно. Но одно я могу сказать точно, вот как бы последователям партии «Свобода», если кто-то меня слышит, обратиться к ним непосредственно, попробуйте в своих методичках заменить слово там украинский на большевистский, русских на буржуины, ну и так далее, и так далее. Вы получите методички 1937 года, сталинские. Наверное, сталинские, я не знаю, их не видела. Но в общем, очень похожи, очень. Приёмы те же самые, то есть ничего нового. И, в общем, непонятно, почему эти люди так хаят коммунистов, может быть, потому что они занимаются плагиатом все эти годы. Ну, коммунистов именно в худшем случае, да, вот в худшем аспекте. Вот тех коммунистов, да, которых все хаят за какие-то там репрессии и так далее. В общем, разницы немного. То есть, диктатура, диктатура чего-нибудь, над чем-нибудь, это всегда диктатура. неважно кого и над чем. То есть, само слово диктатура, вот, да, вот тот вот именно, наверное, вот тот категорический, да, как бы я его назвала, коммунизм, это тоже ведь диктатура. Диктатура пролетариата, но это всё равно диктатура. И любая диктатура, да, она влечёт какие-то определённые нехорошие вещи в обществе. Это однозначно. А все вот эти вот, мне кажется, идеи, которые вот прививаются в обществе, они прививаются, их очень легко привить, когда общество а, нищие, и когда нет, когда очень доступны пониманию среднестатического человека идеи про колбасу. Вы помните её, да? Вот когда у человека колбасы уже достаточно, да, ему уже идеи про колбасу, вот они ему неинтересны, ну, мне так кажется, его начинают волновать ещё какие-то вещи. Когда страна загоняется в ситуацию, когда вот самая там необходимая потребность удовлетворить проблема, вот тогда идеи про колбасу будут очень долго на ура восприниматься, неважно под каким соусом. И всегда будет находиться, определяться какая-то группа людей, которые эту колбасу у тебя отбирают. Ну, в данном случае плохие русские пожрали всю украинскую колбасу, вот они, сволочи, с ними надо воевать, ну, примерно так. Ну, во времена жестокой диктатуры пролетариата это были плохие буржуины, которые пожрали всю там пролетарскую колбасу, допустим, да? А консолидирующие идеи, мне кажется, они должны быть другими, принципиально другими. Ну, да, потому что колбаса это нечто такое, колбасу хорошо есть там где-то у себя в одиночестве. Вы как идеалист, наверное, меня понимаете, да? Вот, и... Я не знаю, это вы сказали, что я идеалист, я пока не знаю. там, вот там, ну, там кто-то, да, кто-то там говорит, я вообще все эти ярлыки мимо ушей пропускаю, потому что, скорее всего, они не подходят. Я надеюсь, что мои месседжи в большинстве своем понятны, я стараюсь быть понятны. Вот, но когда-то, я дословно не процитирую, но был такой умный человек, товарищ Эммануил Кант, так вот, по нему определение свободы вообще звучит очень просто. То есть, по Канту свобода это умение начинать любое состояние ума и души самостоятельно, независимо от каких-либо факторов. Начинать состояние и... Любое состояние ума и души самостоятельно. То есть... Менять в смысле? Нет. Ну, вот просто вы хотите любить, да, вы вот решили, я хочу любить, вышел и люблю. Все. Понимаешь? Хочу вот сегодня... А кто решил, что это именно вы хотите любить? Да не ясно. Значит, начать-то самостоятельно можно, а откуда взялось это желание? Самостоятельно ли оно взялось? Смотрите, я могу сейчас пойти, полезть в свои конспекты и достать, собственно, точную цитату. Нет, можно и прогуглить, я про то, что это самое, что вопрос... Но смысл был такой, по крайней мере, в том переводе, который я читала, чистота... Так, так вот я к чему? Когда люди выходят на площадь, мне бы очень хотелось, чтобы каждый осознал, когда человек выходит на площадь и кричит, что ему нужна свобода, то на самом деле нужно чётко формулировать свобода от чего? От чего собственно? От чего именно свобода? Потому что такого понятия, как свобода, вообще, наверное, не существует. Свобода человека, она большей частью внутри себя. А вот внешние факторы могут ограничить, конечно, степень свободы, если тебе вот нужны больше социальные свободы или больше финансовая свобода. Но это уже другой аспект. А вот свободу личности определить изменения невозможно. Понимаете, свободный человек, даже будучи скованной оковами, там, запертый в камере одиночки, он всё равно будет оставаться свободным. А если человек не свободен, он в хоромах-то не свободен. Вот требование... Невозможно не согласиться. Ну это да, это отдельная такая дискутивная тема, но это как бы не моё определение о свободе. Я обращаюсь к тем... Наличие тела это свобода или нет? Это тоже большое. Нет. Ну ладно, это уже... Наверное, нет. Наверное, нет. Ну это отдельная тема для отдельной дискуссии. Она очень к вопросу не относится. Это я просто обращаюсь к тем людям, если они меня слышат, которые бегают с флажками и требуют свободы. Вот я хотела бы, чтобы эти люди чётко для себя формулировали, что, собственно, хотим. Какой именно они хотят свободы? То ли социальной, то ли экономической, то ли финансовой, то ли ещё какой-то. И тогда уже можно предъявлять ряд конкретных требований конкретному правительству, конкретной страны. Да, вот хочу там экономическая свобода. Что тебе для этого надо? Какие составляющие, план действий? Хочу, допустим, там, не знаю, ещё какой-то свободы. Потому что свобода вообще это настолько абстрактное понятие, что бегать за ней с флажками, ну, как минимум, неумно. Можно всю жизнь бегать и никогда ничего не получить. Какие-то требования на митинги... У людей должно быть свобода бегания с флажками. Ну, да. То есть они не мешают другим, да? Да. Понимаешь, вот когда люди выходят на митинги, вот я к тем, кто любит, да, выходить на митинги и размахивать какими-то лозунгами, мне хотелось бы обратиться, вот особенно в Украине, всё-таки какие-то свои требования формулировать более внятно и чётко. Не какие-то там абстрактные требования, а так, чтобы их можно было реально удовлетворить. Вот, допустим, там, я не знаю, хочу там почасовую оплату, да, и почасовую оплату вот в такой вот, я не знаю, 10 долларов в час или сколько там тебе нужно. И вот с этими плакатами вперёд под кабин. Не просто там хочу там стабильная экономическая ситуация, ну, это не требование к правительству, это лозунг. Вот очень многие в Украине просто не различают, мне кажется, на текущий момент требования и лозунги. А лозунги удовлетворить невозможно, потому что нет требования по существу. Ну ладно, я, наверное, и так очень много времени за вас. Хорошо, да не, на самом деле нормально, ну, чату начало уже, как бы, заедать. Ну, не все могут вытерпеть, но что, хотят чего-то такого. Если будет что-то еще интересного. Какого-то более яралашистого. Да, если чего-то будет интересно, ну, звоните, я, в общем, очень часто сижу на вашем сайте, я просто не выходила скайп. Спасибо всем большое за внимание, подумайте над тем, что я сказала, о риторике, и будьте очень внимательны, когда употребляете какие-то определенные слова и выражения. Да, до свидания всем. Да, спасибо. Да, и вам спасибо. До свидания. И вообще, наверное, меньше, меньше злости, ребят, не плодите в себе злобу. Пока, пока вы не в окопе, злоба вам вообще не нужна. Даже в окоп в идеале вы должны попадать полностью с полостью чистым разумом, не затуманенным злобой. Просто поняв, что по-другому уже никак. Так, ну, стоп-старт.